здарова народ с вами варчик расскажу вам про ранговые бои первые впечатления отыграл весь целый первый день и что это такое это бои которые пытаются быть похожими на клановые с укрепчиками либо на глобальной карте там где полевичок рассказывает кому чё куда ехать только все это происходит без полевичка и всей кучей едут на один фланг и дальше уже либо команда останавливается и ждет когда проиграет либо давит дальше и выигрывает еще бывает тактика когда команда делится и в таком случае команда которая разделилась она либо зажимает врагов в углу карты и убивает либо пока она разделяется меньшинство продавливается и убивается и поражение в принципе это в основном такие вот две основные тактики в рановых боях плюс минус иногда конечно бывает еще тупо встречка когда две команды друг в друга врезаются и начинается мясо такого в рандоме не бывает это прикольно если сравнивать с рандомом это новое ощущение не то что там какие-то бои 30 на 30 или еще какая-то помойка здесь реально когда две команды рубятся друг с другом такого нет ни в рандоме не в остальных картофельных режимах там где казалось бы много танков участвует но рубилова там никакого нету а вот здесь реальная рубилова что мне не понравилось в ранговых боях так это карты за весь день игры в ранговые бои около пяти или шести карт я вообще ни разу не увидел очень часто попадался по пять раз подряд на одну и ту же сторону которая всегда проигрывает это неприятно карты просто убогие и в ранговых боях чувство что карты убогие возрастает в миллион раз по сравнению с рандомом поскольку в рандоме люди не используют слабые стороны карты либо сильные а вот в ранговых боях команда которая играет со слабой стороны она просто рассыпается каждый раз видимо в этом есть задумка разработчиков что ты должен попадать на сторону которая всегда проигрывает и умудриться еще не потерять шеврон либо получить в команде которая сто процентов проиграет но ощущение от этого неприятные остаются по поводу того какие танки использовать такое ощущение что танкисты забыли что нужно использовать нужно использовать имбовые танки всякий мусор вообще нет смысла брать большие здоровенные танки которые убиваются голду и в этом режиме вообще не играбельны и всякие там е100 тай-5 хэви они вообще сюда не подходит поскольку здесь стреляют все full голдой либо full фугасами есть пару танков которые подходят для такого дешевого прохождения рановых боев это либо польская десятка либо объект 705 а на них можно на фугасе как потыкать конечно результат топовые вы будете редко набивать но в принципе вы дешево пройдете рановые бои но опять же если эти танки вам не нравятся или не заходят то вряд ли что-то из этого получится поскольку танки медленноватые вялые на них нужно очень хорошо по тактике соображать что куда-то ехать и что-то делать есть более дорогие варианты быстрые тяжелые танки на голде и еще там десяточек либо половина боекомплектов фугасиков для того чтобы когда враги играют от башни стрелять им хоть какой-то урон наносить быстро имбовые тяжи это самая часто распространенная техника в рановых боях в 111 5 а т-95 в 42 02 чифтан объект 277 и 7 260 объект 279 и тому подобные танки имбовые новые нагибающие и еще несколько там из тэшек объект 430 у итальянский прожетто может быть еще пару каких-то танков в основном используются эти танки самые имбовые самые жесткие самые разрывающие и активно играющие на первой линии но остальные танки если встречаются то очень редкой там единичном экземпляре не более и еще очень сильно радую что артоводы долго сидят в очереди в этот режим и на высоких рангах арты принципе нет вообще если встречается то очень редко 1 и все ну и в целом стоит ли играть в ранговые бои попробуйте если вам понравится поиграть нет ну значит и нет поскольку времени чтобы получить награды самые топовые нужно потратить очень много а время можно потратить куда-то и в более нужное интересное место чем просто сидеть в тот режим играть в которые вам не нравится вот в принципе и все потому что награды там какие-то странные опять какой-то там мусорочек бончики шмончики там но если бончики еще можно куда-то всунуть остальное то мусор вообще неизвестно куда его сувать и еще неизвестный какой-то танк 9 уровня который честно говоря неизвестно зачем нужен поскольку танки 9 уровня сейчас не играбельны вот такие пироги с вами был арчик играть красиво пока